Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Саморазбор добрался и до Боброграда. Да, несмотря на то, что это на серваке не запрещено, но всё же продолжают заходить люди, думая, что здесь это также делать нельзя. Всем здарова, ребята! Сегодня мы поиграем на разных профессиях, побываем в разных ситуациях и получим бан. Да, ненадолго, конечно, но всё же. Что из этого сегодня выйдет, смотрите в ролике. Ну и снимал я этот ролик на нашем сервере Боброград. IP, группа, а также промокоды будут в описании. Кстати, там ещё набор в администрацию открыт. Требования вроде бы более-менее адекватные, поэтому дерзай. Если что, на похитителя я не могу носить дробовики, снайперки. Я могу носить максимум ППшки, пистолеты, холодное оружие. Хорошо, что к нему относятся катана. Что такое? Давай-ка, десяточку скидываем. Десяточку? Да, скидывай десяточку. А зачем? А затем, что я хочу денег. А вы кто? Вы кто меня? Раз, скидывай десяточку, два. Блин, чувак, я ещё это... Подскажи, как, куда, чё, жмать. С меню, выкинуть деньги. И там сумму писать, да? Ну всё, сейчас. Это вопрос, а ты чё, в маскировке, что ли? Да, да. Я думал, он время тянет, чтобы эти челы пришли, которые что-то услышали. Но нет. Надо добавить похитителю чекер кошелька. Я уже тридцатку налупил. Я особо с них много не деру, потому что я не могу посмотреть их карманы. Поэтому я стараюсь не перебарщивать. А вдруг я ограблю чела, у которого полтос на руках всего лишь. И тридцатку снял. Десятка будет, конечно, тоже потери, но не такой ощутимой. Можно как-то зайти с вами там, я не знаю, посмотреть, где человек тут? Зайти, посмотреть, где человек? Для чего? У меня подозрение просто, я думаю, что там взятку выдали кому-то. Его отпустили просто-напросто. Так, он пока ещё поваляется. Нормально было с оружием ходить, а? Не подскажите, а где мне сигареты сдавать? А вот в том переулке там этот грузовичок стоит. Нет, ты поможешь встать, сейчас оружие опять достать на меня, но ты так же ляжешь. Вот он, блядь, ваш другалёк. Наружу вышел раз. Она не запрыгивает. Слышь, смотри, вещи останавливаются. Что, рейд там? Ушел отсюда и не подходи к зоне проведения рейда. Где зона рейда? Так ты поставил... Ушел отсюда, с района, я тебе говорю. Какой-то знак, что это знак. Лицом к стене. Лицом к стене, ты ещё спорить над тобой будешь. Нелегал, глянь у него, я на прицеле держу. Может в любой момент достать ствол. Так, а причина какая-то есть? Ты чё, тупой? Ну, теперь есть причина оскорбления госсотрудника. Вяжи его. Вяжи его. Добрый день, я хочу до... Ничего интересного. Что происходит? Ничего интересного, я сговорю. Я показал вам, где я делал. Дайте, пожалуйста, лицом к стеночке. Обязательно, сейчас. Хорошо, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Лицом к стене, будьте, пожалуйста. Ну, если мне чел один угрожает, я могу не подчиняться. Потому что иначе бы, сука, заказы вообще бы было бы нереально. Раскать удобно, но только по улице. Чтобы затащить на крышу какую-то и там протащить человека. Это проблематично. Это надо, знаете, как сделать? Затащить его вот сюда. О, бля, жертва здесь. Фига, он уже там. Попался, нахуй, да? Наконец-таки ты, бля, сейчас в тюрьму сядешь за наркоту свою. Ербаные наркоторговцы, блядь. А ему похер вообще совершенно. Сюда главное, на этого прям челика поднести. То есть, 16 тысяч за заказ, блядь. Я вчера 3500 поднимал. Охренеть можно лакать. Я сейчас узнаю, он цену повысил? В момент удара не было трех свидетелей. Я могу даже шикануть брони себе взять побольше. 100 по 100. А что-то перков нету, кстати. А, у меня на этом аккаунте вообще ни одного перка не куплено. Да, вот дела. Доп броня, доп хп только могу по одному взять. То есть, у меня будет по 105 хп брони. Надо копить. Либо я копить не буду, просто себе сетну баблой, да, качну перки. Сейчас еще, наверное, пару заказиков поделаю. Либо пограблю кого-нибудь. Ну, какую-то монету, да, и удается мне заработать. Если честно, это даже неплохо. Да, работа дело такое. Она хоть монету и приносит, не всегда большую, но все же. Но еще она имеет свойство надоедать. Особенно, когда ты не выходишь за пределы банклава вообще никуда. На такой ноте я и решил развеяться в Москве. Но ехать туда, а потом обратно, достаточно накладно для меня по времени. И поэтому я решил прогуляться в РМРП. В смысле, какой еще РМРП? Ты же говорил про Москву. Так это она и есть, ребята. Такая же красивая, до мелочей главное продуманная, но в GTA 5. И в этой Москве также есть чем заняться. Пока ты будешь проходить стартовую цепочку квестов, которая, кстати, интересно сделана, ты сможешь разобраться, кем бы тебе хотелось стать. Фракций тут достаточно много. Начиная с ЧОП-синдиката, которые вроде бы как охранное агентство выступают, но на самом деле это просто прикрытие для криминала. Так и госфракции, типа полиции, армии, Росгвардии. Каждая из них будет рада тебя ухватить с руками и ногами. Но и без этой организационной суеты тебе есть чем заняться. Ты можешь быть как дальнобойщиком, так и рыбаком. А что насчет автопарка, так он тут реально огромный. Здесь есть как и отечественные машины, так и множество иномарок, которые ты можешь затюнить на свой вкус и цвет. Поэтому залетай как можно скорее, и мы с тобой, думаю, сможем пересечься на каком-нибудь задании по охране объекта, либо в кафе Бакшиш. А по моему промокоду СКРИПАЧ, который ты найдешь в описании, ты можешь на старте получить хороший бонус в виде 50 тысяч валюты, а также кейса с БМВ. Встретимся на РМРП, все ссылки и промокоды ты найдешь в описании. Там тело идет какое-то. О, привет. Вот так вот мордой в пол, мордой в пол. Садимся. Мордой в пол. Десяточку скидываем на пол. И гуляем. О, ебать вам там, пи***ц. Все, гуляем. Да пи***ца, оскорбление госов приписываем, потому что я, когда приходился там, он посылал меня нахуй, называл уй. Он ни х***а не любит посылал на счастье. Он ограбил при мне сейчас человека. При тебе? Да кажи, нахуй, что ты несешь? Клевету добавляй. Ни х***а не гос. Клевету добавляй. Пи***ц, нахуй. О, 200-2000. Хорошо. Ну я в ноль вышел этим отхилом. Ха-ха-ха. Ограбил на хилке, сука. Здравствуйте. Есть кто-нибудь дома? Море деда. Так. Ну что-то незнакомца пока я не вижу на горизонте, что его нету. Может надо просто подождать, типа? Может быть надо просто подождать, пока он появится? Сначала показывается жертва. Я, конечно, попытаюсь эту недоработку логически объяснить, но у меня вряд ли это получится. Вышел, вышел синий сюда, синий сюда вышел, синий сюда. А, помогите! Что ты с ним делаешь? Несем его в отдел, в отдел несем его. Я в отдел его несу. Я в отдел его несу, что тебе непонятно? Что ты делаешь? Ты что, не русский может быть? Я говорю, несу его в отдел, чтобы разбираться по поводу убийства, в котором его обвиняют. Что вам надо еще? Нахуй ты мешаешь задержанию человека. Я как МВ-шник! Я как МВ-шник! Я сейчас больше сил был, я сейчас вопросы спуткаюсь. Я, по-моему, сам... Блядь. Готово. 3 500 я получил за заказ. Но то, что я его тащу, это надо по РП вывозить, понимаете? Если я его ударил при трех плюс людях, это да, это уже нарушение. Но то, что я его тащу, это надо по РП пытаться вытаскивать ситуацию. Господин незнакомец, вылезайте, пожалуйста. Мне нужно сделать заказик. Тепнис, на тебя жб. Готу еху. Да, привет. Что такое? Нет, смотри. Ну, раз я хочу объяснить. Вот смотри, ты будешь похитить, и вот так. Ну вот, смотри. Ты вот ставил людей в подъезде, лицом к стене. Это тебе нельзя даже делать, потому что прикол это. Почему? Я так же делал. А, не знаю, это у меня сам прикол. Я так же делал, и я просто говорю, все наруши. Хорошо. На что ты жалуешься? Что я нарушил? Я сам не понимаю, что это слово до конца прикола? Не, я просто хочу тебе объяснить, чтобы ты просто вот что-то не делал. Что именно? Типа, людей лицом к стене не ставил, чтобы ударить их палкой и украсть? Я не понимаю, что лицом к стене. То есть я могу украсть человека в общественном месте? Смотри. Типа, я могу украсть человека в общественном месте, но шаб судителей. А что-то сделать для того, чтобы это осуществить куда проще, я не могу, да? Я сам не буду прикол. Типа, я вот за киллера тоже самое фигню сделать. Вот смотри. Я просто пытаюсь объяснить это. Запрещает. Вот, правило маскировки. Исключение КГБ, остальные профы. Маскироваться в разнорабочего нельзя. Регулирует использование маскировки. Запрещает использовать маскировку ГОСом. Ну, ГОСом, 50 благ. Вот. То есть, даже уточнения про это нету никакого. Ну, так я про это и говорю тоже. Я говорю, что для меня-то и по куче бани за это. Ну, так я так тоже считаю. Ну, не прописано полностью в правила. Ну, а тут я немного попробовал поиграть за тюремщика. Сразу скажу, не особо задалась эта сессия, потому что людей мало садилось в тюрьму, мало кто нарушил какие-либо законы. Так что создать вайбик тюрьмы не удалось. Не хотелось в тот момент особо куда-то двигаться по карте, тем более тюремщику это запрещено без какой-то адекватной причины. Например, если его вызывают в мэрию или куда-то еще. Или если там какой-то чел сбежал из тюрьмы, и его нужно срочно поймать. Тогда за тюремщика вы можете покинуть ПУ и потом вернуться обратно. Но хочу отметить, как не зайду на сервак, я постоянно вижу людей, которые играют за профессию тюремщика, и как-то ее обустраивают, застраивают верхний этаж, чтобы там, не знаю, заключенные могли гулять по этому этажу. Но и со стороны это выглядит довольно-таки прикольно. Иногда тебя какой-нибудь тюремщик отводит куда-то от лишних глаз и начинает с тобой говорить насчет взяточек. Решение добавить эту профессию пришло ко мне абсолютно случайно, я не думал, насколько это мне вообще на выходе и понравится. За чё сидишь? Проходи. За чё сидишь? Я на данный момент нахожусь в розыске. Я пришел сдаться с поличным. А в войс, ты это скажешь? Ублюдок. Зачем? А, точно. Что-то мамаша к микрофону не подпустила, сына-ублюдка, да? Или пи***р папаша еще не это, не натренировался на микрофоне хуй сосать. А? Деревенский, как дела твои? Его за язык, понимаете, никто не кинул. Упоминать родственников в оскорбительном формате даже в РП-чате нельзя, поэтому у тебя выходит банчик на 7 дней. Ребят, перебаньте человека на 7 дней, я там в чате баню. Сейчас я... А, мяу? Да, да, сейчас я, подожди, напишу команду. Мне просто только два. Да, да, без проблем. Спасибо. Ой, как хорошо, когда тебя не закипывает никто с этим саморазбором. Просто прекрасно, ребята. Это ощущение непередобаемое. Ощущение просто такой... Легкости по жизни присутствует. О, новые модельки СБГ. Отлично. О, поменялось отлично. Все, теперь бодигруппы работают. Вы нажимаете поменять одежду и все, потом редачите как вам надо. Так, а я пока иду за снаряжением. Какое у меня наручение? У вас есть видеодоказательство? Да, у меня в хуй был открыт на подойная камера. Посьба незамедлительно проследовать к местам проживания. По окончании установленного времени нарушение данного подписания... Да ёпт! Да ёпт! Сюда за мной выходим. А я тебе сейчас все объясню. И ты мне тоже все объяснишь, кстати говоря. Чем занимался в квартире? Проживал. Проживал? Ну, сейчас осмотрим документики твои. Угу. Заходи. А, кейпадик у тебя тут, да? Парольчик, подскажи свой, пожалуйста. Что подсказать? Пароль, пароль от кейпада второго. Первый ты ты открыл. Уж извините, я не смогу вам подсказать. Ну, как это? Кейпады значит твои, квартира твоя. А пароль ты не знаешь? Ну, квартира не совсем моя, это моего друга. Время проживания мне ведь обеспечил. Друга? Друга как зовут? А, ну, в общем-то, это самое подозреживание. Ну, тут для безопасности лучше двоих, чтобы двое было. Еще раз, с имя друга. Окей, окей. Андрей Мершин. Так, ну сейчас, Андрей Мершин. Номер его скажи, пожалуйста. Слушай, я пока человека этого набираю, Мершина, а ты... Да, без проблем. Посмотри, получается, кадастровый номер учета квартиры, на кого записано. Да, это... И вызвони его как раз-таки владельцу. Вот, может, у него два телефона, ХЗ. А, 800, 24, 32. 32. 12. 12? Да, 12. А, недоступен абонент. Ну, видимо, они у звонили из 30. Я, в общем-то, посмотрел, владелец данных, по-каку, герой Бусин. А, не угадал. Не угадал? Ну, я пытался. Ну, значит, тогда взлом с проникновением еще, я так полагаю. Я просто проходил мимо. Ну вот, лазил уже. Ну, слышал, что-то пикает. Ты мне вот скажи честно. Ломал, да, кейпадик? Ломал, ломал. Проверял новую разработку. Ну, да проверял. С инженера. Кто показать? Изобретение-то осталось. Я не буду играть. Изобретение осталось. А, ну и так. Наркоман плюс некомпетентен не хочет работать. Все только одни плюсы перечислили человека, за которого нет. А вот тут я немножечко поиграл за маньяка. И контента на самом деле достаточно много накопилось, но не было в нем особо динамики. Если бы мой канал был заточен под всякие отыгрыши, более-менее серьезные, то я бы, естественно, повставлял бы. Ну, а так я пытаюсь постоянно из ролика сделать что-то более-менее интересное, немножечко фановое, немножечко серьезное. То есть уместить несколько форматов, грубо говоря, в один. Я не могу. Я не могу. Да не могу. А теперь? А, врача, врача, врача. Вот его, его, любого вообще поднимай. Ну, поднимай. Ну, че ты стоишь? Вот любого под... Ну, вот. Давай, вот этого. Давай, давай, давай. О, блядь. А я, 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 я. А вы разусоливали на пить время? Просто сделать ЯХА и всё, блядь. ЯХА, блядь. ЯХА, блядь, больше, чем сквад ментов. Здорово. ЯХА, блядь. Кого я ещё бахнул? А я чё, ещё третьего бахнул или что? А чё, я реально ещё третьего завалил? Не, я двоих завалил. А чё мне засчитало, как за троих? Чё, опять мнётесь, да, пацаны? Стараном залетайте, я сделаю, ЯХА. Погнали, ребята, погнали, погнали. Да. Стараном надо. Да смеялся, блядь. ЯХА, блядь. Ты чё, мужик? Ты чё, мужик? Какие арбузы через пропы? Какая катана через пропы? Какой дамаг? Ну я, грубо говоря, в сетку засунул катану и начал её крутить жёстко. И я тебе просто порезал, и ты умер. Вот это да. А про арбуз что? Арбуз разорвался, и ошмётки полетели по тебе. Нет, это... Кто это? Микан, пацаны. Нюхай, нюхай бэмру. Ну ладно. Ну а эту демочку я записал несколько поздно. Я прошляпил с началом записи, потому что я зашёл в дискорд, какое-то время посидел с админами, пообщался, и попутно просто бегал по серваку, смотрел чё да как, чем игроки занимают. Затем наткнулся на человека, который открыто носит оружие, ну думаю, ну рядовая ситуация, что поделать. Повязал его, понёс в полицейский участок, он там начал отыгрывать то, что у него оказывается лицензия есть, но не с собой. Эта ситуация ровно с того момента показалась мне достаточно интересной для ролика, которая сюда очень хорошо зайдёт. И верить мне или нет, вы решаете сами. Моя задача просто рассказать как есть. То, что у меня сначала не было записи, только потом я её включил. Давай, сажай, давай, давай, быстрее. Лицензии не имеются, я понял, правильно, значит, хорошо. Могу показать ролик. Разрешаешь? Нет, неправильно, но сажай давай. Вот и все. Не слышно вас, не слышно. Ещё раз, не понял, лицензия имеется у вас на оружие? Ты где? Сади давай, не бубни. Давай, сади быстрее, обижай. Ну не желаете! Отвечай ещё раз, лицензия имеются на оружие, нет? Давай, рассмотри, короче. Я тебя уже ответил. А, ты не ответил. Смотри, отдрай стартиры, отдрай раковины, полить цветы, либо убрать у меня в кармане. Я её показывать не буду. Давай, садись быстрее, обижай. Где она у тебя? Сейчас обычная смотри. Я думаю, надо это не забывай. Нет, у меня... Ну вот тут пустое вопрос. Ты чё, наркоман? При себе нет, значит, я нету. Быстрее. Эй, давай, обиженный. Среди, садись. Давай, пора, чести, чести, чести. Нет. Чел при мне кидает заточку, я его вяжу, уношу в ПУ, здесь шумно не будет. Я у него спрашиваю, зачем ты кидал? Он говорит, я этого не делал. Начинает говорить, ну давай, сажай меня, обиженный. Я спрашиваю, у него лицензия есть? Ой, кишки, давай. Говорит, сажай, сажай, обиженный. Я достаю оружие, говорю, отвечай на вопрос, лицензия есть? Есть, но я показывать не буду, сажай меня, обиженный. А у него не было, а у него не было лицензии, он же Б подал, блядь, сейчас он будет меня ебать. Вот, но... Оказалось, что у меня денег нету, и он убежал. Да я и в курсе, он мне уже об этом сказал, ОВРП. Я об этом не говорил. Это мне завуалированно сказал о том, что, ну, как бы, будет последствия. Я не говорил, что у тебя сейчас админ заберут. Я такого не говорил. Я сказал, что у меня поднебесный. Я обманываю админ, а тут... Ну и че? И кто такой? Да, что я не надо говорить. Все время, в этой ситуации. В смысле, почему нельзя? Потому что с тобой РП отыгрывают, а ты мне говоришь про НРП-инфу. Это мог бы все, что угодно. Это мог бы быть мэр, он же вышел в городе. Он же был подместный. Могу быть глава. Ну ты все, давайте ситуацию разбирать. Я увидел, что в бедном районе, как чел открыто носит оружие. Но это еще ладно, бедный район, я могу объяснить. Но он берет, замахивается, кидает кунай. Вот так. Вниз. А там, где ходят люди. Могли бы люди пострадать. Не-не-не. Вот. Не. Стоять, стоять. Вот. Стоять. Он рассказывает. Я достаю КСГ, я начинаю ставить его на землю в стене. Ты уже рассказывал ситуацию, он рассказывает. Ну, я вот раз ставлю лицом к стене, кое-как он становится. Я его заковываю в наручники, поскольку в бедном районе очень шумно, я его уношу в ПУ. Там для разбирательства. Мы с ним стоим, я у него спрашиваю, вообще причина, почему ты используешь таким образом оружие это. Он говорит, что он этого не делал, но я видел отчетливо, что он кидал кунай, и я ему вправе приписать обман следствия. Я ему об этом сказал. Он начал бомбить, беситься и выходить из себя, говорить, что я обиженный, что я, ну, такой-то, такой-то обиженный. Типа, говорит, сажай меня, обиженный. В общем, максималку он себе набил, даже без этого. Потому что у него не было лицензии на оружие. Я его обыскал, спросил, лицензия на оружие имеется? Он говорит, есть, но я тебе не покажу. Сажай меня, обиженный. У него не было лицензии, вот как сейчас пишется, типа, без лицензии. Ну, точнее, не пишется вообще. Я его сажаю за нападение, возможно, на кого-то, за нелегальное оружие, за ОСК госсотрудника. Я ему это объясняю. Ему, как бы, но на это все равно. Он говорит, сажай меня, обиженный, сейчас тебя, типа, поднебесный заберет. Ты мне эту НРП-инфу вкидывать пытался раза два где-то. Ну, давай, еще что скажешь? То, что у меня МГ. В смысле, еще что скажешь? Меня попросил админ ситуацию описать, я описал. Все, дальше, что еще сказать? Ну, так, давай, еще что-нибудь скажу, то, что я пытался МГ нарушить. Ну, так я об этом и сказал, потому что ты НРП-инфу мне пытаешься прокинуть. Типа, давай, сажай, сейчас, типа, с тобой разберутся. Тогда ладно. Ну, во-первых, я кинул вот в окно, можно даже под демки посмотреть. Ну, если у него есть, конечно, блок. И то, что я тщательно кинул в сторону, ну, не в сторону окно, в окно, там она была разбита и так, вот. Потом, говорит, лицо к стене. А потом я просто иду. Вот. Порча имущества. Получается, то, что... Либо ты сейчас ставлюешься, либо ты сейчас... Я тебя когда спросил, зачем ты кидаешь кунай, куда, во что, ты мне так и не ответил. Во что ты кидал? Ну, как бы теперь ситуация прояснилась. Это не нападение, а порча имущества. И так же еще оскорбление ГОСа. И нелегал. Такие пироги. И в любом случае, арест твой вполне себе, я думаю, оправдан. Ты разбиваешь, пытаешься или разбил окно у кого-то дома. Ты не идешь на сотрудничество со следствием. Ты не даешь никаких комментариев. И отказываешься говорить даже под угрозой оружием. Когда я тебе говорю, лицензия у тебя есть, отвечай. Я на тебя оружие направил. Тебе все равно. Ты начал говорить то, что оно у меня есть, но я тебе не покажу. А отыгрывать то, чего у тебя нету, нельзя. У тебя не было лицензии на оружие в тот момент. И ты так и не ответил нормально госсотруднику, который тебе угрожает оружием. Ну, короче, давай сразу по демке его посмотри, если у него есть демка, конечно. У него тут уже обанси заработал. Ты же б подал? Это твоя вообще демки показывать. Еще что-то? Нет, нет, нет. Я понял. Но у меня демки нет. Так что разбирайся с этим сам как хочешь. В смысле, я не буду разбираться, под ним буду разбираться. Я уже все рассказал. А, еще то, что я не рассказал. То, что ты сейчас сказал, то, что я не пытался сотрудничать. Изначально хотел сотрудничать. Я тебе говорю, то, что человек наврал тебе, так сказать, или не так. Ну, короче, прямо сбоку, получается, я взял оружие и направил на себя. Ты, во-первых, сам этого не затеял. И то. Ну, то есть, он, считай, признает свои слова. Какие свои слова? Что я признаю? Потому что там чел какой-то прибежал, говорит, что это ты его хотел ограбить. Я на это внимание не обращаю. Потому что я увидел другое преступление. Ты мне это не предъявляешь. О том, что чел какой-то говорил. Пропадает у тебя голос. Подошел какой-то чел, как он объясняет, который начал наговаривать на него. То, что вот он якобы хотел этого чела ограбить. Я на это не буду без доказательств реагировать. Я увидел уже у него нарушение порядка в городе. Он бьет окна. Открыто использует и носит оружие. И если просто ношение, как бы, я бы спустил ему на том, что это бедный район. Но использование оружия в каких целях, человек так и не сказал. Вместо этого он в ПУ меня оскорблял. Обиженным. Еще как-то там. Я с таким человеком не буду по РП никак дальше сотрудничать. Пытаться ему просто срок максималку врублю, да и все. Жалоба закрыта. По причине недостаточно доказательств. Ни у кого из вас нет демки. Жалоба была закрыта. Я пошел играть дальше. Но думаю, ладно, хрен с ним. Может быть, он просто на этой жалобе и в этом конкретной РП процессе какую-то херню сделал. И может быть, просто в общем по игре на серваке он вполне себе нормальный. Вполне было возможно, я думал, что может быть человек недавно на сервере и может быть всех нюансов правил не знает. О том, что нельзя отыгрывать то, чего у тебя нету. В скобочках можно отыгрывать лицензию, которой у тебя нету, только если гос не против этого. Но так как он ее отыгрывал конкретно со мной, это подходит под правило рулабуза, а также от игрыша команд. Как раз таки этого правила. Потому что у него нету этой лицензии. Но он говорит, что она у него есть, но она у него не с собой. Соответственно, он вроде бы отыгрывает то, чего у него нету, но не используя текстовый чат, как пишется в этом правиле, который гласит о том, что в текстовом чате нельзя ничего такого отыгрывать. Но он это делает, используя голосовой чат. И типа по его логике, если он отыгрывает это в голосовом чате, то нарушением правил отыгрыша того, чего у тебя нету, не считается. Но потом я в табе посмотрел и понял, что он наиграл на серваке около двух дней. И двух дней наигранных на серваке, я вам честно скажу, достаточно для того, чтобы ознакомиться с некоторыми нюансами. Да, я не говорю об углублении в правила конкретные. Ну а про какие ты нюансы тогда говоришь? Ну вот, например, у тебя есть оружие. Одно донатное и одно какое-нибудь обычное, которое ты купил у оружейника или же скрафтил на столе. Если в комендантский час ты не доставал при госе какое-нибудь оружие из этого вообще списка, и он тебя обыскивает, он находит у тебя любое оружие, которое у тебя имеется на данный момент. Когда на других серваках, почти на всех, на которых я играл, при обыске ты не находишь донатное оружие, если при тебе не было в руках у этого человека этого гана. Таких нюансов, я бы сказал, не так много, но все же они есть, и за два дня вполне себе можно это выучить, а чел просто открыто пытается обузить правила отыгрыша. Причем уже дважды, и эта проблема фиксится абсолютно спокойно. Первый способ это просто забанить человека, а второй способ отыграть РП путем. Лицом к стене остановимся. Лицом к стене. Да, я вас слушаю, что. Я вот только от мэра лицензию взял и бегу домой. Я понял. Да, давайте. Давай домой иди. Грабит, так грабит человек. Лицом к стене остановимся. Да, вы грабит человек. Лицом к стене раз, лицом к стене два. Там человек, да? Лицом к стене. Там человек, да? Грабят. Да там человек. Грабит человек, понимаешь? А вот. Не подчинение. Я не говорю, что это не так. Да, человек, я вас понял, так как раз. Но вы даже домой не удовольствовались пройти. О, тебе чисто. Что? Я нашел нарушитель. Я сейчас не буду разрываться. Не, меня... Меня... Я один в патруле хожу. Я не буду разрываться между разными делами. Еще раз говорю. Итак. Оружие у вас было найдено. Лицензия имеется, нет? Нет. Что? Да, есть. Есть? Покажите. Но я ее не буду показывать. Потому что она у меня дома. Если ты не будешь показывать лицензию, то мы... Иди отсюда. Иди отсюда. Вон, иди отсюда. Не трогай. Не трогай. Не трогай ситуацию. Шеф, можете пока не мешать? Сейчас я разберусь с человеком. Хорошо. Номер лицензии назовите, пожалуйста. Ой, блин, там длинные цифры. Не помню. Ну, хорошо. Сейчас мы тогда сделаем по-другому. Давай. Вы, наверное, спросите, а почему ты не реагируешь на его заявление о том, что там кого-то грабят? Ну, я могу на него отреагировать. Могу и на это заявление отреагировать. Это уже мне решать, во-первых. Во-вторых, какой привет, такой и ответ. Вспомните, как он себя вел на жалобе. Почитайте чат, что он писал насчет того, что он меня оскорблял в РП. В-третьих, посмотрите, как он себя в общем вел во время отыгрыша этой лицензии в первый раз. Просто начал неадекватить на ровном месте, когда с ним просто нормально отыгрывают РП. Ну и в-четвертых, на добивочку он начинает здесь какую-то херню выдумывать о том, что я якобы у него собирался взять взятку. То есть он выдумывает то, чего по факту в РП не было. Просто чтобы меня отстранили от работы и его тем самым не сажали в тюрьму. Признаюсь, у нас отыгрыш балансирует между каким-то лайтовым и каким-то медиумным. Это зависит от каждого человека персонально, кто как хочет, так и отыгрывает. На этом вообще нередко строятся конфликты игроков, потому что РП отыгрыш ожидания и реальность совпадают и не совпадают у разных людей. Я же сделал просто самую обыкновенную отыгровку, которая есть на этом серваке. Никому не трудно будет ее повторить. Реально самая простая, просто нашел человека в качене дома, обыскал, понял, что есть оружие, спросил про лицензию, он говорит, она у него есть, но не с собой, поэтому не покажет ее. Тогда я веду к мэру, чтобы он точно проверил по базе, потому что мэр выдает самолично людям лицензии. И вот это по факту, наверное, называется с моей стороны медвежья услуга. Я просто хотел нормально поиграть, хотя мог бы спокойно на моменте, где я его обыскиваю в ТЦ, подать жалобу и прямо оттуда улететь в админ-зону и уже забанить его. Мне человека надо проверить на наличие лицензии. На наличие лицензии? Ну вот именно. Да, имя его по документам, как я посмотрел, это затмение СТОНЗОО. Выдавали ли вы ему лицензию на наше оружие? Сейчас. Не выдавал такому, нет. А, хорошо, ну тогда максимальный срок будет, если я его прямо тут арестую. Нелегал, вы не приобретали лицензию, но говорили, что приобретали. Ты же слышишь, у меня взятку хотел взять, ты же взятку хотел взять. Вернулся в квартиру к двум гражданским и вертел одного гражданского на палочке. Какой, блядь, противный, уродец, ебнул. Он начинает выдумывать то, чего даже не было, понимаете? Два дня одну наиграл на сервике. Привет. Нюхай Б, бру. Привет, что случилось? Да правила ты нарушил, вот и все, сейчас я почекаю, какие конкретно пункты язву. А, ну он же Б подал. Куда? Подожди, ты он. Я? Я пью. Я не подпал. У меня с человеком разборка идет, потом примешь от него жалобу. Я сейчас смотрю пункты его нарушения. Ты подожди. Ты можешь себя адекватнее чуть вести? Разбирать жалобу на меня. Я имею право на тебя жалобу разбирать. Ты на это что, жопой хотел? У жопы как раз табу твоей. Подожди, давайте по одному, по одному, пожалуйста. Я смотрю пункты нарушения, которые он совершил. Я хочу ему выдать наказание. Он берет, подает жалобу и начинает какой-то бред. Пожалуйста, рот всю закрыть. Я жопы кинул. Нет, не закрою. Этот, смотри, от меня. Я не закрою рот. Вот что ты мне сделаешь еще? Вот именно. Ты меня тэпнул и говорит, что у меня нарушение. Спрашивай, какого нарушения? Ребята, то, что вы сейчас тут разбираетесь, это помеха моей разборки. Ты же по факту наших. Я вообще не пойму, что он от меня хочет. Я говорю, завершите свою жалобу. Я тебе об этом говорю. Можешь пока просто улететь отсюда? Я разберусь с человеком. Потом, когда он выйдет с мана, и он уже подожбит. Я не понимаю, что это проект? Я не знаю, кто у вас тут принимал таких? Принимал? Таких каких? Да, вы эти покупки. Каких? Таких. Ну, каких таких? Каких? Таких, как я, это каких? Ну, таких. Давай. Договаривай, заканчивай мысль. Еще на душу не давай. Да я и смы... А в смысле душни? Ты бред несешь какой-то. Ты делаешь бред в РП и потом удивляешься. Нет, в смысле шлик, спори. Я жаба кину. Угроза? Угроза это, да? То, что ты жаба кинешь? А что это было такое? Я это расцениваю как угрозу. Ну, рассчитывай дальше. Я тень не угрожал. Угроза там вообще другое. Угроза администрации 5 часов бана. Подача и жалобы. Это у нас уже идет 2-6. Затем следующее у тебя идет НРП. Хорошо тушишь. Слышишь? Вот. Под демочку. Потом 1-1 НРП у тебя выходит. Далее у тебя идет, получается, рулобус. Сейчас, секундочку. Дай я вторую демку начну записывать. У меня это закончилось. Да ради бога. Ради бога. А что это за отношение такое к игроку? Вполне себе нормальное. Как он ко мне, так и я к нему. Я с ним дважды пытался что-то нормально отыграть. В обоих случаях он нарушает правила. Когда я ему пытаюсь что-то объяснить, что он делает не так, он берет, подает на меня жалобу во время того, как мы с ним разбираемся и пытается этим помешать моей жалобе. Он сидит на моей же жалобе, мне рот пытается закрыть, угрожает мне тем, что на меня жалобу подаст. Ну, если ты хочешь жалобу подать, дождись, пока я тебе выдам наказание и иди потом подавай жалобу. Зачем об этом говорить? Давай, повтори еще раз, а то я что-то неплохо услышу тебя. Ага. Это вот для демочки, чтобы, да? Ну, хорошо. Я тебя слушаю, ты там мне говорил то, что... О, я тебе угрожал, да? Тебя будем разбирать, почему ты так делаешь. Почему я так делаю? Ты что, совсем больной? Ты вот дурачок, правда, походу. Я вот сейчас читаю, у него 2611135. Как он все озвучивает для демки своей, просто пипец. Так, ЖП, а за что ты меня банить собираешься? Чеком 2611135 у него идет. НРП дважды, потому что он начал выдумывать факты, которых не было. Просто, чтобы, ну, мне насолить ВРП. У меня столько вопросов, вообще ужас. Сначала не перебивай, говорю. Потом, слушаешь меня. Ты можешь на месте встать, не убегать никуда, пока у тебя жалоба идет? В так смысле, он не отвечает на него. Остановись на месте, с тобой проводят разборку. Зачем ты бегаешь в чат? Ну, ты видишь, что он что-то в чат печатает? Значит, он, скорее всего, звонит, что-то пишет. Зачем ты начинаешь говорить, задавать какие-то глупые вопросы, по типу, ой, у меня столько много вопросов, ты сначала говоришь одно, потом говоришь другое. Потом ты говоришь, типа, ну, ты мне не отвечаешь, я пойду к вазмин-зоне побегу. И зачем ты это говоришь? Подожди, помолчи, давай. Он просто демку включил, чтобы отослать на меня жалобу, о которой он меня предупредил, нарушив правила угрозы. Он угрожал мне подачей жалобы из-за того, что если я его забаню. Просто человек, ну, не совсем адекватный. Ну, и смотри, вот я вот этот список сделал небольшой. Вот этот вот. 1.21, 1.22, НРП дважды, 1.35 и 2.6. Типа, суть такая. Я его в комендантский час ставлю лицом к стене. Он не подчиняется мне какое-то время приказу. И рассказывает мне о том, что там кто-то преступление совершил. Но я уже вижу, что человек на улице, находится не дома. Я хочу его обыскать. Я его тазеру, заковываю в наручники, обыскиваю. Уношу в центр города, в людное место. Там обыскиваю еще раз, понимая, что у него оружие. И хочу выяснить, есть ли у него лицензия. Человек пользуется тем, что правила отыгрыша команд. Slash.me показал, типа, лицензию. Roll, do, try и так далее. Они недоделаны. И он берет, отыгрывает наличие лицензии в войс-чат. Потому что у него она якобы есть, но он ее не покажет. У него ее, по факту, как не было, так и нету. И он думает на этом, типа, выехать. Я поступил РП путем. Я понес его к мэру. Смотрел его документы. В документах было его имя. Я попросил мэра узнать, есть ли человек вот этот вот, под этим именем, с доступом к лицензии на оружие. Он выяснил то, что лицензии у него нету. Он ему ее не выдавал. Значит, этот человек обманывает. И является носителем нелегала. Там, М4 у него было или что-то такое. Я его посадил в тюрьму. С учетом всего того, что он сделал, я у него изначально увидел НРП. Первое, то, что он отыгрывает то, чего нету. Потом идет абуз, вот этот рулабуз. И второе, НРП в том, что он начал выдумывать факты, которых не было вообще никак, ну, не мелькало в нашем РП-диалоге. Увидел и заметил то, что когда я его хотел посадить, он начал пытаться привлечь внимание госов других в мэрии к тому, что я якобы с него взятку требую. Но этого не мелькало ни слова, а взятки в РП. От слова совсем, ну, нисколечко. То есть я ничего такого не делал. Он же начал выдумывать факты какие-то, чтобы меня, видимо, отстранили от работы, а его, ну, не сажали в тюрьму. Я это также считаю нарушением НРП-правила. Я его тэпнул на жалобу сюда. Я ему хотел объяснить его нарушение. Он начал по-быстрому подавать жалобу, находясь тут. Прилетел ты. Он начал мне затыкать рот, неадекватно себя проявляя. Он начал этим самым мешать жалобе. К тебе у меня претензий нету, потому что ты выполнял свою работу. Ты жалобу принял, что от тебя и требуется. Потом ты пришел и узнал, что тут уже разбираются. И, как бы, ты ушел на какое-то время. Ну, а дальше ты, как бы, сам все помнишь и знаешь. Он начал тут показательно демку записывать. Просить ему еще раз перечислить его нарушения. Вот. И дальше, как бы, объяснять, думаю, смысла нет. По тому, что я написал, даже без двойного нон-РП у него выходит вообще МРБ. Ну, там единственная, в чем вот может быть проблема в сроках наказания, там не нон-РП, а команды, потому что использование фальшивых и предоставление фальшивых документов – это нарушение правила 24 команды. Ну, смотри, там-то говорится про использование фальшивых документов в плане отыгрыша командами, а он пренеберег этим правилам. И он начал свою какую-то РП-тему продвигать. То, что вот, у меня она есть, но я ее не покажу. Она не у меня с собой, она у меня дома там где-то еще, у мамы, у папы, у дяди, у брата, у свата, ну и так далее. И такое, ну, как бы, вряд ли возможно в РП. Хотя, нет, возможно, это и можно провернуть, но это прямой путь либо к взятке, либо к тюрьме. Осмотр у мэра выяснилось, что никакую лицензию он не получал, то есть формально он отыграл. А шо я свой с модом? И что? Слышишь, ты прям, ну, вылитый вот этот собирательный образ челика из этих серваков с X10 донатами. Тут друг с царем. Давай, я подожду. Он же имеет право разбирать жалобу на меня. Я имею право на тебя жалобу разбирать. Ты на это что, ЖБ хотел? Уже как раз табу твою стопу. Судя по претензиям к войс-моду, к саморазбору, вы, думаю, понимаете, какой к нам овощ, ну или же фрукт зашел. Вот так вот у нас человек на серваке и наиграл два дня, учитывая то, что у нас стоит анти-афакатия, а через 40 минут просто выкидывает сервера. То есть для того, чтобы наиграть два дня на серваке, нужно, ну, прям реально играть. Естественно, ты немножечко там встанешь в АФК, чуть постоишь, и время накапает, но все равно тебя потом сервак кикнет, и время не будет копиться. А челик за эти два дня наигранных так и не узнал, что тут разрешен саморазбор, и также разрешен в войс-мод, хоть в РП, хоть в нон-РП. Я прекрасно понимаю парадокс этого правила саморазбора. Оно сделано это ограничение для того, чтобы в основном люди либо покупали разрешение на него, либо чтобы ограбить каких-нибудь некомпетентных админов, которые недавно на админ. Попали с кем-то в РП ситуацию, и вот просто исход этой РП ситуации челу с админкой не понравился, и он на правах админа разбирается, и там якобы находит нарушение. Естественно, это решение будет админа неправильным. В таком случае я могу прекрасно понять правила саморазбора, но не когда я играю на серваке и замечаю четкое, прям конкретное нарушение игрока, который участвовал со мной в РП, и я не могу с ним разобраться просто потому, что оно нельзя. И причем большинство этим саморазбором пользуются в свою пользу, тем то, что если у них выше привилегия, они реально нарушили, они тебе в нон-РП обстановке скажут, что да, я это сделал, да, это нарушение, но выдавать я себе не буду ничего. А если ты посмеешь мне выдать каким-то образом бан, либо просто выдашь мне форму для этого бана, который я выдавать не собираюсь, то у тебя конкретно уже тут будет нарушение побольше. В общем, этим ограничением якобы на Драк РП создатели серверов породили еще больше ублюдков, которые попадают ко мне в ролик. Ну а про ограничение пользоваться войс-модом без разрешения какого-то, я вообще, я нет, ладно, я не буду молчать, просто создали фичу для того, чтобы доить деньги с дебилов. И это, кстати, очень хорошо получается. А при чем... Без оскорблений. Я еще супер-мега-донат. Ты мне что-то про войс-мод говоришь, у тебя микрофон за 100 рублей, который пищит. Я его скорбю. Ладно, за***ла. Ну, дай ему предупреждение тоже. За такой базар. Ребята, давайте адыбку. Пу-пу-пу. Там обычно после этого какой-то идет смех, а потом кричат погнали вроде бы, да? За такой базар. За какой на***ю базар, ты уб***ь, сука? А у тебя микрофон за 100 рублей, который пищит, и нормально звук не выдает, ты мне что-то про войс-мод говоришь? Кусок ебаной, б***я. Закрой ебану уже, у тебя выходит МРБ на неделю. Ну, давай, 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 давай. Мне кажется, проще его первому дать. А, ну, или можно так. Не, ну... Потом пойдет рассказывать, какой сервер, б***ь, плохой. В смысле? Я на него полгой играл. Ну, я не знаю, типа, для чего, б***ь, ты бы, ну, просто получил бы бан спокойно. Без тех же самых... А нет, он просто выеб... То, что писклявый голос, войс-мод, свои жалобы разбирает. Если тут давно играешь, ты уже бы давно понял, что тут такого нету. Ни своих жалоб, ни войс-мод, а тут за такое людей не за... Это ты раб ебанной системы с DarkRP, где покупают разрешение на эту хуйню. А, ну, отлично. Ээээ, хули ты замычал сразу, про писклявый голос мне писал хуйню какую-то, а? Да, л***. Сидишь уж и греешь. Ну, пошли в этот сорт, у нас поговорим с... Смелыми. Так, давай тут разговаривать, какая нахуй... Дискорд, не дискорд. Дальше чё? Дискорд. Может, с тобой ещё по телефону созвониться, а, долбоящер, б***ь? Майк. Какой-то смешной ответ. Я ещё и смешной. Ах, конечно, ты придумал прикола. Ну, давай, давай, давай. Ну, ты же... Да, я... Доборный админ, я могу первому... А, ну, выдай тому ублюдку. Вот, смотри, причины из чё подписал. Ну, давай, выдай, выдай. Ещё, говорит, я нахуй душный, п***ец. Он начал тут демку показать, нахуй записать. Да, л***, это во всём, б***ь. Это ты мне напоминаешь этих пабликов, городских у***в, которые телефон достают, начинает всё это наиграно рассказывать и объяснять. Б***ь, позорище, б***ь, закрой еб***ь. Пойдём в Дискорд, нахуй, нахуй. О чём с тобой в Дискорде говорить, еб***ая собака тупоголовая? В смысле? В смысле? В смысле, просто поговорим с тобой. О чём мне с тобой разговаривать в Дискорде? Орангутанг, еб***ь, б***ь, о чём? Вот просто скажи мне, о чём мне с тобой говорить Дискорде? Ты просто на своих видео только любишь оскорблять людей, вот и всё. Да, имею право. Ты же обижен, что тебя-то, например, на Вастерпе оскорбляли, вот. И начал просто всех пара. Да, я обижен с жизнью, да. Меня на Вастерпе оскорбляли, на ещё каком-то серваке оскорбляли. Мне как бы, ну, пов, веришь, нет? Ну так и есть. Оскорбляет кто-то или нет? Меня реально по-кому волнует мнение с Даркерпе, с какого-то Вастерпе, с этого сервака. Я думаю, что я волнует. Ну так, а раз тебя не волнует, нахуй, ты меня зовёшь в Дискорд, с тобой разговариваю. Ты полудурок. Нахуй, ты меня зовёшь с тобой в Дискорде, куда-то разговариваю. Ну а что ты сам вот тогда разговариваешь? Я контент снимаю с Далкером, который удивлённую еб***ь строит, сидя ещё пытаясь задушить, записывая демку, б***ь, неадекватно себя введя на жалобе. П***ц, это зрелище. Еб***ь тяжёлый его, б***ь. По крайней мере, он до какого-либо момента сидел просто адекватно, пытался с тобой общаться. Он пытался тебе что-то объяснить и что-то рассказать. Но ты вместо того, чтобы его слушать, говорил, я подам на тебя жалобу. Ты со мной не разговариваешь. Ну пойду побегаю, поадминзовую. Эм, 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 не объясняй ему. Это тупой ублюдок, еб***ь безголовый. Он не понимает информацию, которую мы доносят. Тебе вот реально идти на Вастерпе какой-нибудь. Тебе какой-нибудь Вастерпе буквально, да, подойдёт. Там XM-донатики, разрешение на войс-модики, саморазборы и прочая хуйня. Тебе туда. Тебе здесь не нужно играть, правда. Я тебе вот честно скажу, без негатива, да. Тебе здесь, ну, не надо играть. Вот с таким мышлением. Давайте, приятная игра. Просто еб***ь помойка. Это п***ь. Хорошо, он первый раз, типа, отыграл так лицензию. Говорит, у меня она есть, но она дома. Ну, как бы это здесь не считают. Я во второй раз уже после жалобы, ну, я наткнулся на него. Он начал там чё-то бегать, жаловаться. Еб***ь, ещё Дискорд меня п***зает. Чё мне нах***ь бы в Дискорде сидеть? Ну, с одной стороны, это был бы контент, но кому интересно смотреть, как с Русской Пачелика, ну, что... Хотя... Нах***ь идти в Дискорд с каким-то недовольным долб***ь, который мне рассказывает о том, что мне на Вастерпе скормляют. Я про Вастерпе вспомнил буквально сейчас, когда он о нём заговорил. Так, ладно, я обратно включаю масочку. Без клявы голосу и скрывать. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Сачо, Хорни Девил, Илья, Юрий, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан Франчиско, Никита Пулка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Испада, Латук, Копедит, Андрей Муратов, Рью Стаж, Спарки, Влад Шулик, Иван Ворон, Факап, Клоунака, Пересвет и Айтвальс. А также остальным ребятам у вас на экранах.